Пудж. Батчер. На полях вечной бойни, далеко на юге от Койджа, тучная фигура упорно трудится под покровом ночи, убирает, а затем расчленяет, потрошит, сгружает в кучи конечностей и внутренние органы павших. И все это лишь для того, чтобы на следующее утро бойня могла повториться. В том проклятом мире ничто не разлагается само по себе. Мертвецам никогда не суждено вернуться обратно в землю. Не сбиваемся реген. Ладно, придется сбивать реген. Будем драться. Ой, вот это хук. Деда выхукал, пацаны, чтобы вы понимали. Не того деда, которого вот этого надо благохукать. Сорян. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, наконец-таки гайд у нас на популярного персонажа, а именно на Пуджа. Пробежимся сегодня по скилам, как вы понимаете, у нас тут что, хук там, гной вот этот, да, типа флэш-хип и дисмембер. Обязательно пробежимся по всем скилам и посмотрим интересный геймплей на Пуджа. Будем хукать каталожки и крипов. Поехали. А так, друзья, первая и самая популярная способность на Пудже, да и, в принципе, вообще в доте, я думаю, это одна из самых популярных способностей, это мид-хук. Это вот такой вот крюк, который вот так вот, если вы делаете, вы не попадаете в какого-то персонажа, то сразу вам начинают мигать по карте и говорить, Пудж, ты рак, почему ты так хукаешь? Ты рак, Пудж, зачем ты мид пошел? Рак, рак, Пудж, ты рак. Вот, это особенность комьюнити в доте, и это нормально. И, соответственно, друзья, что вам могу сказать по поводу хука. Хук Пуджа притягивает персонажа, который находится, так сказать, вот если мы, допустим, хотим бахнуть дестройера, если он на пути хука, то, соответственно, дестройера мы притянем. Также мы можем притянуть лесного крипа, обычного крипа, допустим, нашего героя. Если, допустим, кто-то в куче стоит очень близко вот так вот, кто-то вот, нам нужно хукануть, допустим, кого-то очень близко вот здесь вот, то ближний персонаж, который, так сказать, стоит у нас на пути, будет у нас хукаться. Очень тяжело будет вам хукануть, Если какие-то герои или крипы вам мешают и толпой, так сказать, стоят рядом Очень-очень прикольная тема На самом деле, тут очень много нюансов, которые я вам сейчас расскажу Смотрите, во-первых, что нужно знать по хуку Пуджа Он бахает в инвиз, то есть если какой-то бежит инвизный персонаж Мы можем его хукануть и, соответственно, мы его притянем к себе Это не даст вам Труйсайт, но, соответственно, вы будете знать уже, что он под вами И сможете попилить вторым спеллом или нажать дасты Очень простенькая тема Вторая фишка Пудж имеет на хуке чистый дэмэдж Что, соответственно, если вот у нас тут стоит Дестройер 1181 хитпоинт И мы его вот так вот хукаем, 992 хп И, соответственно, казалось бы, нихрена непонятно Смотрите, ну нажимаю БКБ и также он получит дэмэдж То есть этот весь дэмэдж чистый Он проходит через БКБ, через крутилку Юру, через рейдж Найкс Вообще любая неуязвимость И, соответственно, у нас хук пуджа наносит дэмэдж В любую, так сказать, вот эту вот тему Но не в смягчение Держите в курсе, как у урса Урса именно смягчение, а не БКБ Вот, далее, смотрите Что мы имеем? С уровнями прокачки, в принципе, у нас тут все простенько Пудж у нас улучшает хук, соответственно, по уровню прокачки Давайте разберемся На первом уровне у нас будет хук лететь на 1000 рейджа И наносить 90 чистого дэмэджа На втором 1100 рейджа, 180 чистого дэмэджа На третьем 1200 рейджа и 270 чистого дэмэджа И на четвертом 1300 рейджа и 360 чистого дэмэджа Будет наносить хук пуджа При этом у нас еще колдан будет уменьшаться 14, 13, 12, 11 секунд И увеличивается монокост 110, 120, 130 и 140 маны будет требовать данная способность В принципе, по хуку пуджа нечего тут больше разговаривать Берете там, выцеливаете, опа, хукаете И все, все очень простенько Давайте хукать каталашки вместе Поехали Так, друзья, следующая способность на нашем персонаже Это вот такой вот гнойничок Который у нас заставляет, так сказать, пуджа Немного вот так вот завонять И, соответственно, эта вонь наносит дэмэдж Замедляет и есть какие-то у нее свои фишки Смотрите, с уровнем прокачки у нас тут Увеличивается количество дэмэджа в секунду То есть, соответственно, пуш включает вот эту вонь И идет ДПС Равный уровню прокачки 30, 60, 90 и 120 дэмэджа в секунду И, соответственно, что у нас тут есть Нажимаем такую кнопку Калдаун у нас 0 То есть, соответственно, можем постоянно нажимать Отключать и получать себе дэмэдж Это у нас АОЕшка Которая распространяется на 250 рейнджа То есть, соответственно, в 250 рейнджа Мы можем, так сказать, 250 АОЕ Рейнджа тут неправильно вы говорите? То есть, вот такая вот у нас АОЕшка Даже, ну, чуть-чуть поменьше Но не суть Мы можем, так сказать, запиливать оппонентов И при этом этот спелл еще замедляет на 27% Ну, тех, кто находится, соответственно, под этим действием Плюс, когда мы это нажимаем Как вы можете заметить, у нас уходит хитпоинт Хитпоинты у нас уходят пропорционально уровню прокачки То есть, соответственно, 30, 60, 90, 120 дэмэджа Пер секонд Будем мы получать Минус резисты Там примерно, сколько у нас? Около 40% будет резист Общий И, соответственно, 120 дэмэджа Там минус 40% Ну, там мизерный Там 50 хп Мы будем даже меньше терять И, соответственно, вот такая вот у нас способность Эта способность наносит магический урон Она может пилить инвизных То есть, допустим, если вы хуканули кого-то И начинаете бегать пилить У вас есть возможность Что вы, возможно, убьете персонажа в инвизе Очень простенькая способность И, соответственно, самый один из главных бонусов Который заставляет полыхать пердаки оппонентов Которые в десятером за тобой бегут Это, конечно же, суицид Пудж может засуицидиться от этой способности И, так сказать, заблокировать все доступы к своей заднице В общем, ребят, это все по данной способности Поехали далее Что ж, переходим к третьей способности на Пудже Это флэш-хип Флэш-хип Это способность, позволяющая накапливать Нашему персонажу силу При этом еще у нас будет увеличиваться Мэджик резистанс В зависимости с уровнем прокачки У нас тут и меняется набор силы И меняется мэджик резистанс Ребят, это аура Да, это аура, но аура для самого персонажа Которая имеет радиус 450 единиц Я вам сейчас поясню все микро-моменты Которые нужно знать по этой теме В общем, все мы знаем прекрасно Что по прокачке флэш-хипа Допустим, сверху Пуджа Появляется тут такая плюс один Допустим, если мы сейчас Зарубим дестройера, возьмем И, соответственно, мы получим за него силу То есть, смотрите Сейчас мы силу эту не получим Допустим, вот, мы его убиваем Все Мы его убили У нас есть один фраг И мы должны получить за персонажа силу В зависимости с уровнем прокачки У нас эта вся тема немного меняется То есть, соответственно Я вам сейчас расскажу Давайте по уровням прокачки По мэджик резистансу у нас 6, 8, 10 и 12 процентов Мэджик резистанса на ласт левеле Мы получим с этой способности И Есть бонусы к силе 1, 1, 1, 2 и 2,5 силы Мы будем получать За убийство Или за нахождение рядом И видеть, как кто-то умер В 450 единиц Герой какой-то умрет В 450 ауешке И мы за него, соответственно Будем получать силу Как будто мы принимали ассист И, соответственно Наша сила увеличится Теперь же перейдем К самому интересному Мы только что убили персонажа Прокачиваем И получаем Одну силу Да, да То есть, если у нас Спелл не будет прокачан И мы наубивали Врагов 10, 15 Соответственно После того, как мы прокачаем Флэш хип Соответственно Мы получим эту силу И также Эта приколюха У нас адаптируется То есть К уровню прокачки Допустим Если мы наделали Там 30 фрагов И у нас Первого левела Всего Способность То, соответственно При прокачке Четвертого левела Мы получим Еще силу Так как Те заряды Которые мы Тогда Накопили Они Адаптируются К уровню прокачки И дадут вам Еще больше силы То есть Посчитается Не по одной силе Допустим За 10 фрагов Если вы сделали 10 фрагов На первом левеле А по 2,5 силы Это очень важный момент Который нужно понимать Плюс Смотрите Вот этот Мэджик резистанс Который тут у нас Указан Он стакается У нас с худами С пайпами То есть Соответственно Общий резист Вы можете Очень сильно Увеличить Но не стоит Забывать Что у нас Еще родной Есть резист И при прокаченном Спеле На ласт левеле У нас 34% Мэджик резистанс У пуджа Будет О подарочки Вот Соответственно Мэджик резистанс У пуджа Будет У нас 34% Просто С флеш Хипом И соответственно Просто С родным резистом Так что Друзья Вот такая Вот способность Эта способность Не отключается Истощением Я помню Когда делал Гайд на кробу Там у нее Третий спелл Не отключается Сильверейджем Тут тоже Пассивка Имеет Такую Сильную Тему Я думал То пассивка Единственная Такая И соответственно Флеш хип У нас Не отключается Сильверейджем И соответственно Вот такой Вот у нас Спелл Ребят Чем больше Вы убиваете Героев Тем больше Вы получаете Силы Или можете Просто не убивать Персонажей А просто Находиться В радиусе 450 единиц И вы получите Соответственно Этот бонус Поехали Далее Ребят Дисмамбер Это ультимейт Уже на нашего персонажа И соответственно Что он у нас Будет делать Вообще Смотрите Написано На 3 секунды Будет дизейблить Какого-то персонажа Которого мы будем Так сказать Кусать Укусим за ногу За руку Там не знаю За что-нибудь укусим И соответственно У нас будет наноситься ДПС Во время этого укуса И персонаж будет Задизейблен И мы тоже будем Задизейблены Так сказать У нас будет Чаннелинг Который Прервается Станами Сайленсами Или если мы Сами дернемся И соответственно Смотрите Прокачиваем на разочек И у нас Такая идет тема Мы подходим В определенное расстояние Начинаем кусать Такие эффекты Кровавые И персонажи Не могут Оба двигаться Так сказать Я задизейблил Этого героя Вот смотрите Я дестером Не могу убежать И соответственно Если я дергаю персонажа Мой персонаж Отпускает Дестройера И дестройер Пошел по своим делам Все очень просто Расстояние 160 единиц Мы подходим В упор Допустим Ну а подходить Не обязательно У нас же есть мидхук И соответственно Вот она вам Вся комбинация И начинаем кушать То есть соответственно И убиваем оппонента Очень простенькая способность Какие микромоменты Нужно тут знать Во-первых Расход маны Расход маны 100, 130 и 170 единиц На данную способность Перезарядка Всегда 30 секунд ДПС 75, 125 175 демеджа В секунду Плюс Самый важный момент Эта тема Также может укусить БКБшного персонажа Мы можем направить На БКБшного персонажа Мы не будем наносить ему урон Но В случае с агонимом Я расскажу фишку Мы не наносим урон БКБшному Но мы можем его Задизейблить Просто постоять Подождать Пока у нас Допустим Откатится даггер Вот так он в БКБхе стоит И мы такие Блин а что делать Что делать Раз и на даггере уходим То есть Все очень просто Главное рот в этот момент Не включить И в принципе Все Очень простенькая тема Если Смотрите Есть такая тема Если у нас Персонаж Видим До того момента Когда мы его кусаем Мы его сейчас кусаем Ему накидывают Какой-то инвиз И наш ультимейн Будет давать Тру сайд То есть Соответственно Мы будем видеть его В тот момент Когда мы кушаем Но главное Чтобы в этот момент Когда мы кушаем Персонаж уже Не был Чтобы в инвизе Понимаете То есть Если персонаж Уже в инвизе Вы не дадите Тру сайд То есть Вы не просветите Персонаж А если вы его уже укусили и на него накинули, то, соответственно, вы его еще будете видеть. И ваши союзники, возможно, успеют зафокусить кого-то. Очень простенькая тема. В принципе, тут эта тема, так как это таргетная способность, эта тема очень легко блокируется линкой. И, соответственно, линкой это очень сильный контрпик, потому что Пуджу больше, в принципе, и нечем-то сбивать данную способность. Вернее, линку. Ну, блин, я не знаю. Просто очень все простенько, ребят. Вот такая вот она способность. То есть комбинация наносится очень много дэмэджа. И есть тут аганима, о котором мы сейчас и будем разговаривать. Смотрим. Итак, друзья, что ж у нас берется аганима. Посмотрите, какой прекрасный эффект. Но это я показывал уже отдельно на видосах по аганимам. И, соответственно, перейдем уже непосредственно к ультимейту. Смотрите. В общем, у нас что-то добавляется. Здесь написано 1x strange damage per second. То есть, соответственно, 100% от нашей силы будет переходить еще. Помимо того, что есть родной фиксированный дэмэдж. Это инициал дэмэдж называется. Соответственно, допустим, на ласт левеле 175. Плюс 1x силы от нашего героя. То есть, соответственно, 100% от нашей силы будет еще добавляться в урон. То есть у нас сейчас 65 плюс 10. То есть, получается, 75 силы. И, соответственно, эти 75 силы мы будем, соответственно, превращать еще в дэмэдж. И, соответственно, будет у нас с ультимейта дэмэджа больше. Смотрите, даже как-то уже больше видно, как будто дэмэджа наносим. Соответственно, откушали от дестройера почти 300 хп. Ну, не считая того, что у нас всего там 75 какие-то силы. А, как правило, у пуджа в игре меньше 150 силы не бывает. И, смотрите, есть какая еще особенность. Не упомянул о этой особенности в, соответственно, в обзоре на мультимейт. Мы можем кушать каких-то лесников, обычных крипов дольше. То есть, дольше в два раза. То есть, соответственно, не 3 секунды будет идти наш ченнелинг, а уже будет идти 6 секунд. Ну, там вообще не 6, а там вообще 2.95 и 5.95. Не знаю, почему так вот именно так написано. Но так и нужно, в общем. Смотрите, плюс у нас еще есть особенность. О которой я вам хотел сказать, но не сказал. Смотрите. И сейчас буду о ней говорить. Вы видите, у пуджа недостаточное количество хитпоинтов. И сейчас смотрите, что будет происходить. Наш пудж отжирает эти хитпоинты. Тот дэмэдж, которым мы наносим оппоненту, с аганимом превращается в наш хил. То есть, 3 такие, 3 стадии урона и 3 стадии хила. То есть, соответственно, мы кусаем и первая секунда нас хильнуло и его продамажило. Вторая секунда нас хильнуло и его продамажило. И третья хильнула и продамажила. Это доступно только с аганимом. Это очень важная тема. Плюс, друзья, что-то хотел я именно упомянуть насчет БКБ. А именно, смотрите. Если персонаж находится в Блэк Кинг Баре, мы не наносим ему дэмэдж. Но мы сможем отхиливаться от него. То есть, если персонаж в БКБ у нас недостаточное количество хитпоинтов, то мы сможем, мы сможем отхиливаться от его Блэк Кинг Бара. То есть, соответственно, он находится в БКБ, дестройер. Я его начинаю кусать. Темыш по нему не проходит, но мы отхиливаемся. Засчитывается, как будто мы, так сказать, наносим ему урон. Но тут именно такая тема, что не важно, наносите или нет, вы будете все равно отхиливаться с ультимейта в зависимости от количества сил. Ребят, и в общем, это все. По Аганиму красивый эффект. Один из красивейших, красивейших, не знаю, как правильно я сдал ЕГЭ на 73, но я уже не помню. Ребят, ну, должны понимать, те, кто не малолетки, должны понимать. Малолетки не поймут. Малолетки всегда в чате обязательно говно напишут какое-нибудь. И, так сказать, расскажут, кто моя мать и с кем она сейчас лежит. Да, соответственно, вы это увидите в геймплее, друзья. И посоветую вам, ребят, ну, быть немного проще, честно. Ну, серьезно, все мы живем на одной планете, рано или поздно можно, так сказать, пересечься. Но ничего страшного. Ничего страшного. Так что, ребят, пожелаю вам приятного просмотра. Надеюсь, теория вам была понятна на данного персонажа. Постарался рассказать максимально четко. И, кстати, не упомянул, что ультимейт это magic damage. Magic damage, да. И, соответственно, второй magic damage, а первый это чистый урон. Ну, на чистом уроне, я так сказать, сказал, зациклиться на хокке. Ребят, надеюсь, вы поймете, посмотрите. И да, 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 на 85-й карте нельзя удлинять хук. Ну, просто, ну, нельзя, ребят. Посмотрите, вот. Я даже вот самый дефолтный сделал. Сначала он у меня через shift хуканет, а потом прыгнет. Это 85-й карта, ребят. На 83-й только удлиняется. Не пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, пожалуйста, я вас умоляю. Но я же вам все показываю. Ну, почему вы не смотрите, друзья? В общем, все, ребят. Приятного просмотра. Любите маму и, так сказать, позвоните ей сейчас, скажите. Ма, я люблю тебя. Просто. Просто скажите. Давайте, давайте. Поехали. Ребят, вместо того, чтобы посмотреть гайд, наберите маме, поставьте на паузу и скажите. Ма, я тебя люблю. Всего хорошего. Скажи. Азиас тоже тебя любит. Нет, ну, в хорошем смысле, ребят. Не подумайте ничего. Ладно, поехали. Пофиг. Так, отлично. Пишем, что мы мидлейм. Ребят, в общем, пробежимся сразу по контрпикам. В общем, смотрите, что не любит Путж. Путж у нас не любит какие-нибудь микростаны там. Не любит Найкса, который будет отжирать хитпоинты. Не любит Слардара, который с амплификацией. Че он еще не любит? В общем, не любит он такой тоже контроль и персонажей, которые очень сильно сжигают хитпоинты. Например, как Некролайт, несмотря на то, что у Путжа есть, так сказать... Так сказать, у Путжа есть способность к выживаемости. Да? То есть, ну, резист. Я подразумеваю, а именно резист. Но Пуш, тем не менее, все равно, как бы, этой темой все побаиваются. Но не суть. Если кайт на Путжа... О, подписчик зашел. Понимаю. В общем, смотрите, по раскачкам... Ну, я не знаю. Я качаю ему чисто хук максимум абсолютно. То есть, на седьмом левеле. В четыре. Три. В единичку. И, соответственно, так. Я не знаю. Я люблю флешхип всегда оставлять напоследок. Те стаки, которые мы набираем, они у нас сохраняются. И когда мы прокачиваем флешхип на... Как он, получится, на десятом левеле. То мы получаем просто сразу... Бах! Много хитпоинтов. Боже, это просто пушкой. Я не знаю. В общем, ребят, как-то так. Попробуем, посмотрим по геймплею, что у нас тут есть. У нас VS. У нас Void. Алхимик. Тинни, который с прокастом нас может поначалу ломать. Снайпер для нас досягаемая мишень. И, соответственно, будем сейчас пробовать что-то делать. Оригинально интересно по билду. Обычно я делаю ему Транквилл, потому что Транквилл как-никак ускоряет. Очень быстро персонаж становится. Можно быстро выйти в ганг. Можно много хп регенить. Ну и, в принципе, универсальный такой предмет, который добавляет нам еще и армор. Как видите, с армором у Пуджа, конечно, такое себе. В общем, как-то так, ребят. Не знаю. Вот это вот обновление на 319 карте. Где-то эти подарки какие-то падают. Я не понимаю, что они делают, ребят. Честно, я подбирал. Они абсолютно ничего не дают. Ты их подбираешь. Написано a gift Christmas. Типа, да, типа новогодний подарок какой-то. Но ничего он не дает. Не понимаю, зачем он нужен. Так, ну тут, видимо, с ларки у нас захотят руны забирать. Посмотрим, что у нас получится тут. Отлично. Заобузили руну с помощью приближения и поворота. Легче нажимать. Хитбокс немного растягивается. Получается, его лучше видно и, так сказать, можно забрать. Курьера нет, да? Курьера нет, но если что, купим. Так, тини на меду. С тини на меду, в принципе, будет проблема. В плане того, что я не смогу, по идее, его убить. Но есть несколько тактик, которые позволят нам... Немного его, так сказать, приструнить. Мы сейчас попробуем это сделать, в принципе. Главное еще тоже не забывать про ласт хит. Можно ядом подпиливать еще крипов. Есть вероятность такая, что вы сможете добить крипа с помощью яда второго. С помощью своего гноя, так сказать. Не знаю, что тини вкачал. Если честно, нам немного напряжно стоять. Сейчас на линии посмотрим. Тини тоже нужно давать просираться. Он молодец, хорошо засхитит. Сразу видно. Хорошо старается, парень. Нам нужен курьер. Очень не хочется тратить бабки налево-направо, на самом деле. Потому что нужно сразу выйти в транквилл. Быть более мобильными. Подпиливать немножко. Брать доминацию в свои руки. И не ошибаться на меду против тини. Потому что тини может смело закинуть под тавр. Если там тини более опытный. Да, он меня старается подзонить немножко. И тут игра, скорее всего, будет немного потненькой. Как вы любите. И, возможно, придется собирать что-то пушечное. Что-то пушечное, чтобы можно было прям хорошенько душить. Да, тоже пытается прокрепить. Мне простопить крипов. Сейчас вот после... После клеерстатный парень. Боюсь его прокаста очень много. Даже на втором, на третьем левеле очень много дэмэджа. Может нанести его прокаст. Это очень сильно пугает. Потому что, если правильно нажать кнопки прокаста, там можно нанести очень много-много дэмэджа. Первый крип, как обычно, маслом. Опа, рубит дерево. Хорошо. Неужели уйдет? Да, уйдет. Он очень быстрый. Очень быстро. Мой фейл. Ой, фурион еще сфидит. Вот чекайте, просто сфидил. Мой фейл, что не попал. Но хотел, если честно, на ласт хит крипа, на его попытаться немного обманку сделать. Опасно мне тут. Нужен курьер. В любом случае, придется поднимать самому. Придется поднимать самому и ждать. Потому что так не вариант. Сейчас бы принес уже транквил. Более агрессивнее и более лучше, если бы вы чувствовал на линии, нежели чем так сейчас стоять. Просто афкат. Афкат. И не берет боттл сверстблада. Фреон тоже мне попытался помочь, но, к сожалению, не удалось. Ошибка моя была, полностью признаю. Может, пуш сейчас... Ой, пуш. И не мог сыграть, но не захотел почему-то дальше. Мы тут про ласт хит, и мы пойдем немного пробежимся на нижнюю руну. Меня всегда спрашивают, почему ты выкладываешь транквил. Подумайте. Головой, ребятки. Выкладываю транквил в тот момент, когда ласт хитить подхожу. Тогда транквил не сбивается, соответственно, можно... Можно попробовать подласт хитить. Хорошо. Пока экспимся. Тинни, конечно, на бусте. Взял хорошую руну. Взял фбшку. Взял, скорее всего, монетку. Пока фармим. Ничего страшного я тут не вижу. Сколько маны у него? 30 маны. У него есть и манга еще. Конечно, он вернется. Будем догонять. Может, проказ дать очень сильный. 120. Не пойду. Он хорошо плейд. Прям чувствуется. Может, на крипа откинуть. Нет, нет. Меня откидут. Он молодец. Он знает, что как делать. Просто все мувы делает правильно. Надо было попробовать отменить хук, потому что тут такое. Там парень знает, как юзаться. Молодец. Можно такого чувака даже похвалить. Он знает, как делать. Не подставляется. Эвейдит хуки. Эвейдить хук очень довольно-таки просто, на самом деле. Тут мои ошибки. Очень много моих ошибок. Потому что парень просто берет и... Уворачивается. Я специально там делаю, получается. Я виноват. Ага. Хорошо. Боту. 350 маны. Ну что, я просто... Ну, если я его хукаю, это смерть. Он может на это рассчитывать. Просто. Если я его хакану, это смерть. Он может на это специально подыграть. Хорошо. А тут уже его ошибка. Тут уже его ошибка. Что он отдал прокаст. Ребят, опять бинды не работают. Это ужасно. Я не знаю, что сложного пофиксить бинды. Я так просто... Я что, так много прошу? Жесть. Невозможно. Бинды просто не работают. Ребят, что мы будем тут брать первым, что нужно брать? Я считаю, что нам нужно защиту от прокаста Тини. Это первый момент. Потому что Тини стоит на меду. Тини на бусте. Я ему уступаю. Очень сильно ошибаюсь. Не могу попасть в хуком. Как правило, если попадаешь в хуком, это почти в 90% случаях это смерть оппонента. Соответственно, я считаю, что нам нужно немножко уплотниться. У нас тут есть войдь на низу. Сейчас посмотрим какие-нибудь интересные мувы. Можно сделать так. Попробовать скушать. Нажмет ли что-нибудь у нас тут Сларк? Нет, конечно, Сларк ничего не нажмет. Это нормально. Это интересно. Просто лох на Сларке. К сожалению. Который ничего не нажал. Вообще ничего не нажал. Просто хотя бы Дарк Пакт нажми. Я думаю, несложно. Дарк Пакт-то хотя бы на Сларке нажать. Это не проблема. Одна кнопка всего. Не знаю. Очень сложно. Видимо, было нажать, парня. Но вот кого-нибудь я тут по-любому заберу. Отлично сделали. Пришлось старую качать. Прям вот тупо пришлось. Потому что у меня тут варианта не было. Некор почему-то проигнорил, что Тинни в спине вышел. Но его просто не видел. Он его просто не видел. Ребят, если вы не попадаете иногда Хуком. Или еще что-то. Какие-то у вас есть такие моменты, когда... Боже, где он резнулся этот подарок? Подождем. В лесу резнулся, что ли? А, потом нельзя им брать. А вот что он дает? Он ничего не дает. Потом нельзя брать. Я думал, я сейчас ботал возьму. Очень много экспей на Меду прогуливаю. Ребят, это очень-очень-очень плохо. Так, но он не должен меня тут убивать никак, потому что... Так, хил сейчас придется всадить. Хорошо. Вот так вот делаю. Ну, огур, огур очень сильно мешает. Я хочу пройти до руны, он меня просто блочит. Можно сказать так. Отлично. Ставим. Вард, отличная руна. И можно будет сейчас сходить куда-то в ганг. Бутш очень любит легких таких, легкие наживы. Типа как вот... Типа Войда, да? Вот мало хп, рубики всякие там на начальной стадии игры. Это очень легко делать. А далее, конечно, тяжело. Можно, когда включен Транквилл, попробовать крипов подлосхищивать, так сказать, вторым. Иногда это прокатывает. Действительно, это очень хорошо. На Пудже нет ничего зазорного. Ребят, взять пару вардиков, это абсолютно как бы нормально. Я вам скажу, что это нормально. То есть вардики на Пудже это нормально. Потому что вы сами ставите, где вам нужно. Варды и душите. Ну, Огра закидывает на второй. Это хорошо. Еще есть такой момент, что на Пудже... Боже, я купил Курьера, молодец. На Пудже очень полезно носить с собой ТПшку. Потому что если игроки там агрессивные, они могут заходить под товара. Мы можем спокойно это пресекать. Так, ну ладно, пойдем прогуляемся в Ганг куда-нибудь. Не знаю, я бы хотел на самом деле убить бы... Чудика на Огре. Убрёт, ТПшку. Вижу, 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 подхожу, не дурачок. Хорошо, главное, не сбил мне. О, Тини. Хорошо, на Рипера посадил. Поехали далее. Хук. Отлично. Ну, Некролайт все забирает, но я не знаю. Ну, это все равно хорошо, что Некр забирает, так как Некролайт в лайтгейминге это очень хороший персонаж. Не знаю, почему-то я про мискликал, случайно купил. Я возьму. Держи. Отдаем один раз боту. Завязываем смок, пробежимся наверх. Ну, это легкая цель. Очень легкая цель. Снайпер. Если мы его сейчас подхукиваем, это прям прифраг. Прифраг, прифрифри. Я не знаю, хватит, хватит, хватит забирать. Пишем, потому что это невыносимо. Я трачу очень много, на самом деле. Я трачу время, трачу смок, и чтобы Некролайт прошелся со мной и забрал фраг. Я не знаю. О, пройдем сюда. Отличный хук. И сразу через шифт ставим движение, чтобы после того, как мы закончили кушать, не раньше, наш персонаж начал идти в какую-либо сторону. Так что, ребят, запоминайте. Шифт тоже очень полезная вещь. Как удлинять хук, я тут показывать не буду, потому что это 85-я карта. На 85-й карте удлинить хук нельзя, запоминайте. В общем, игра идет своим чередом, на самом деле. Просто изи-изи-изи катка. Потому что чувствую перевес на нашу сторону. Сейчас первый артефакт, который мы сделаем, это будет у нас, соответственно, даггер. С помощью даггера мы будем уже исполнять более лучше. Некролайта у нас тут зажимает. Ини, скорее всего, будет забирать стак. Прорывается тос, и у нас Некролайт отправляется на скамейку запасных. Потому что очень сильно, сильно сдаёт. New Year's Bounty. Что значит New Year's Bounty? Я немного не понимаю. Я не понимаю, ребят, объясните, что значит New Year's Bounty. Загрузить в Bottle и нельзя. То есть, если Bounty, награды Happy New Year's награда, типа... Не знаю, но Рошан, кстати, тут у нас обычный. Насколько я знаю, да. Так, ну, я жду руну, на самом деле. Пойдет руна. Че страшно, нормально. Гоу. Убивать. Сейчас ночь. По идее, нас видно не должно быть, если у них нету вишены. Если есть вишены, то у них было видно. В любом случае. В любом случае. Ну, снайпер будет подходить, будем хукать. Ну, а если он закроет сейчас... Кей, выхукивай. Стилеры просто все. Все стилеры. Ничего страшного. Бойт с маднесом. Гоу, пешком. Пройдемся. ТП на топ не буду юзать, хотя хотелось бы очень сильно. Тинни появляется, да, у нас тут, с визом. Молодец. Молодец, Тинни. Так, ну что мы там нагангали? 8 силы нагангали. Итого 7, 8, 9, 10. Отлично. Стаки взяли, это хорошо. Ну, подхукать вряд ли у меня его получится. Ну, слишком много на миду. Не знаю, я хожу на самом деле по просто сейчас АФК. У меня очень много забирает. 7 ассистов это очень много на пути. Тоже, в начальной стадии игры. Вот и Севс Ларк не подстиливал, не кровать, не знаю. Че, проблема у ребят? Но это, конечно, пресс-корд. Что такое подстил идет? Так, с пассивной... Пассивное расфармливание своих, так сказать, тиммейтов. Но это не очень, на самом деле. Это не очень. Все, поехали. Давай, братан. Отлагал, у тебя все хорошо. 35 латенция. Ну, 45, это уже зашквар. 36. Давайте поставлю и радуйся. Сейчас возьмем даггер. Нужно будет в лес ходить алхимика, нагнетать немножко. Ну, вот тут, скорее всего, стоит. По идее, если я сейчас дофармливаю, тут даггер будет намного лучше. Отлично. Не спив в трампе, мы подофармливаемся даггер. Все, гу, румить. Кемп, он там помогает ему фармить. Отставь. Отставь, пожалуйста, руну. У меня пустой ботл. Оу. Хорошо, хотя бы так. Гоу, 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 гоу. Я не догоняю его просто, потому что у меня не хватает. Оу, спидер. Хорошо. Топл килл. Берем руну, сразу побежали. Идем вот сюда. Эх, крипы палят, конечно, контора, но... Думаю, у нас тут все получится. Давай-давай, Фурион, давай. Я так хотелось его забрать прям. Ну, Фуриона жадность сгубила. Нет, я не пойду. Под ультимайт там алхимик нет, его смысла нет. Фурион мог оставить, так сказать, не умерев. Попробуем. Золотые купола. Это действительно золотой купол называется. Но. Куда? Нифига он себе дэмэджи смягчил. Его должно было убить сразу. Ой. А тут, кажется, суицидится надо пытаться. Да, отлично. Получилось за суицидится у нас. Так, ну, худ, не знаю. Я бы дособирал худ, но... Я хочу сделать какой-нибудь фастовый дэмэдж. Фастовый дэмэдж под собой подразумевает покупку догона. Я не знаю, это, наверное, для вас смешно будет. Но догон... Боже, ну, ребят, те, кто смотрят мои гайды, те, кто смотрят стримы, все прекрасно знают, что догон это пушка. Да. После последних видосов вы понимаете, что догон это пушка. Действительно. Из-за догона можно делать контент. Но на самом деле можно собрать еще форстав, сделать еще юл. И наш персонаж будет просто, так сказать, быстрые ноги. Получение люлей не боятся. Типа, я немного перефразирую, но я думаю, вы поймете. Можно сделать блейдмейл. То есть тут вариативности уйма, уйма, уйма. Если очень много пассивного дэмэджа, можно сделать БМ. То есть тут ничего зашкварного нет. Урна. Очень полезный артефакт для данного персонажа. Не знаю, почему я его про... Игнорировал? Почему я купил угракс? Лоу. Не знаю. Ну, дурачок. Но здесь я что-то очень много мискликов. Сорян, ребят. Просто 3 часа ночи я пишу гайд. Ничего страшного. Просто... Просто-просто пишу гайд. А что? В керри? Гоу. Баунти. Полезная баунти. Только ничего не дает. Не понимаю. Алхимик. Ну, ультимейт еще идет. Сейчас день. Не, пойди. Меня видно не было. Экспо будет давать. Выходим. Дает экспо, значит он тут фармит. Стоян бобро. Отлично. Я еще отлично промансилу. Здесь за деревом. Вот это вот именно грань, полоса. То есть тут важно тоже понимание знания вижена на самом деле на карте. Можно вагоним выйти, тадалки. Если я взял логаракс, то гоу вагоним. Очень полезный артефакт. Урна, ребят. Не советую вам игнорировать, как я урну. Не знаю, почему я не купил. Но я на самом деле сейчас еще мискликнул. Скорее всего придется выходить. Погоним. Откуда у него даггер? Поцеловек. Погоним. Ну, это называется затрынделся. Инстабайбайк побежали. Найс, спасибо за сбитый транквил. Пацана подхукал. Ну, если честно, что я его сейчас подхукал, это абсолютно ничего не говорит. Абсолютно ни о чем не говорит. У тебя нету ультимативной? Ну, ты тут ответишь за все свои грехи. Так сказать. Вай, брат, беги на Фурионе. Мы его не убьем. У меня нету кнопок. Так сказать, отомстили, друзья. Стой. Надо бежать. Прион, догон. И делает себе этот... Боже, но у меня мана набирается. Я не знаю пока. То есть я могу подраться, в принципе, но мана набирается. Давайте немного проблочим. Окей, заберем ограх. Парень догона отдал. Тине, когда реснется 11 секунд, надо уходить. Следим тоже за картой. Хорошо. Оправданный байбэк. Хапнули очень много левелов. Взяли, так сказать, экспу. Так что, ребят, нет ничего такого, что байбэк. Но это называется не рейдж байбэк, а оправданный байбэк, потому что все сделали правильно. Вышли, загнобили, загангали. Но была ошибка, если честно. Почему-то тут я вообще не промикли, он ничего не сделал. Можно было попробовать его укусить, но я уже не успел. Я уже думал, я все, уже умер, потому что прокаста очень много влетело, но я не умер, потому что у меня Magic Resistance против Тини. Отличный артефакт, просто пушка. Просто 20% резиста дает просто так. На самом деле. Хорошо успевает вскакать. Хурион забирает своих крипов. Не знаю, у меня с этим билдом что-то очень-очень плохо все. Очень плохо, ребята. И смотрите, не закупайтесь. Так как я закупился. Проходим здесь, чтобы не давать вижен тут под тэшкой. Пилингс приберем. Так, ну надо тут промансить. С огриком немного потанцуем. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Вой, да и не танцую. Вой, да и я тут не танцую. Никого я не рисую. Да что ты хочешь от меня? Ну посмотрите просто на пацана. И стал фармить. Ты что? Фермер что ли? Ой, еще и попал хуком. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Нормально. Нормально с ориентацией. Ребят, я за позитив. Поехали далее. Когда никто не хейтит и не говорит, какой ты конченый, не говорит, что у тебя мама плохая женщина, я их не попал. Тогда покайф. Тогда покайф. Всем хорошего у нас трое. Так, он у нас живая мишень. Которая побежала наверх. Сейчас я так вот аккуратненько сделаю. Где ты тут? Где ты? О, там хукаем его. Сладненький прям. Прям вообще прям велисимо. Просто посмотрите, какой он вкусный. Вкуснейший. Не забываем иногда ману обузить, потому что с маной пульжа тоже проблема. Особенно когда его сайленсер еще поубивает. Это вообще останс такой тупой. 21 минутка. Ну, не лучшая игра на самом деле. На пульжа очень много мискликов. Надо сыграть через урну. О. Окей, хукнем. Понимаю. Очень много ошибок. Что-то команда там поднастилила. 9 ассистов из них. 19 фрагов было бы. Е-мое. Ну нету даггера. Не могу помочь парню. Братишка. Ну, он увидел. Не знаю, вард или не вард. Есть там, нет. Не знаю. Хуком не попадаю. Ну, держитесь. Ничего страшного. Там вард, конечно, плохо. Вард, да. Вард, скорее всего, стоит. Будем ману немного. Гол. Душить. Там химик, да. Латар БФ собирает. Гол немного понагнетаем. Сейчас ночь, можно спокойно перемещаться. Уриона ультимейт подосрал, по-моему. Я не думал, что сейчас ульт пролит. Ну, реально. Я думал, он дольше лас едите, он будет стоять. Купите себе интернет, товарищ. Я сейчас дал. Ну, давай, сейчас свой. Лагери. Ну, что-то ему плевать, братан. Тупо плевать. Что-то сразу кнопку не нажал. Давай драться. Латар. А хватит башить. Латар. Даггер Латару, пацана. Ну, молодец. Молодец. Ну, надо дофармить. Майдем. Что у тебя даст и есть, брат? Если что. Не знаю, наверное, в кд есть ли единичка. А, боже. Да не лучше гейминг, не лучше, ребят. Согласен, согласен. Согласен. Скучновато я даже играю, скажу. Очень много стила, просто очень много. 11 ассистов. Урион глобальный ультимейт по карте всей дает. Ну, и за Некролайта очень много ассистов, потому что Некролайт забирает одного. 100% С ультимейт на. Оптимикс базы, идешь с орлетом, включен. Че у меня такой долгий рез, как будто на рипера посадили. Ой, какой сильный. Фигасия, Тинни мутит, да, ребят? А че ты его не убиваешь? БМ включил. Хилл включил. Какой ульт? Тпшка, блин, даст и надо, ребят. В любом случае, против пацана надо даст. Хук отразил. Парень, хук отражает. Сейчас бы урна пригодилась. Отлично. Аганим летит. Один хук отразил, второй хук не смог отразить. Лайп. Очень удобно хукать вот в таких прямых местах. Если я вижу, что он отсюда не вышел, можно просто кидать и отлично получится все. Так сказать, прибрались за нехорошими ребятами. Опа, Тинни на руну идет. Он успеет забрать. Слишком долго стоял. Однажды раз слил, все слил. Шунгиперстон и закупил. Все, Фурион начал свою фарм-машину. Маднес просто. Ребят, снайпер просто маднес купил. Ну, понимаешь, снайпер. Ну, Тинни там знает, как играть немножко. Не буду жать даже. О чем я говорил? О чем я говорил вам про фраги? Никролайд забирает много фрагов. Первая разминочная, так сказать, ребятки. Прыгай. Не становись под хук. Некролайт хотел под хук стать, что ли? А, Дагона отразил. Спрутов отразил тоже. Вы видели, спруты войд отразил. Я не пойду туда. Нету маны, ничего нет. У меня 800 маны и 0 маны просто сейчас. Надо на базу сходить. Ребят, не зазор надо делать на Пуджио. Худ, Пайп. Но я доделывать не буду, потому что тут... Ну, прокаст. Большой прокаст какой-нибудь есть. Огра. От снайпера ульты нет. Большого прокаста нет. Если бы какой-нибудь Санд Кинг там был бы. Да. Я бы сделал бы Пайп. Да. Если бы там был какой-нибудь Зевс, Энигма, да. Я бы сделал Пайп. Но тут я делать его не буду. Я не буду его тут делать. Тут Пайп не нужен. И не там 1 из 9 играет. Пачку вардов взял. Так, отлично. С ботла... С трех ботлов заобузили 450 маны. И с этих ботлов тоже сейчас заобузим еще манку. На Next надо с урной сыграть, потому что... Чё-то я когда урну упустил вообще. Просто. Урну упустил просто. Кто идет? Огр. Сожру ли я его просто? Если не отразит 1... Он 2 отразил. Представляете, он 2 секунды отразил. То есть 2 секунды сильного дэмэджа он отразил. Это немыслимо. Это немыслимо. Рокса дальше крипа продолжает. Окей. Иди сюда. Хорошо. Но хоть так. Немыслимо. 2 раза отразил. То, что не должен был отражать. Уникальный Войт. Бэктрек. Один из самых сильнейших спейлов в доте. И один из самых бесячих спейлов в доте. Так что, держите вкус. Вкусненький. 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 Амням. 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 Стабилизируется. Начинается такой небольшой потнячок. Потому что. Лейтгейм за кем? За их стороной. Я думал, лейтгейм будет. Сларк что-то не сильно крутой какой-то. Убью его или нет? Вряд ли. Хотя. О, мега крипа сделал. Отлично. Стой. Подай сало. Подал сало. И за этим пацаном пойдем. Там некого бояться. Хорошо. И не ББ. Ну давай. Что, меня убить решил что-ли? Ты конечно злой. Зверюга просто на тени. Скорее всего меня... Ой, какие спруты. Господи. Молодец на фурионе. Подписчики. Самый мусор. Есть. Есть. Давайте позлим просто. Пацана, жопа горит. Жопа горит. Есть. Да-да-да-да-да. Утешай. Я себя не утешаю. Я не говорю, что я миг на выиграл. Держи в курсе. Мой предел 9 КПТС. Ой, лохты. Я пол 27 тысяч. Когда у тебя еще даже в доте не было. Сколько тиков отразишь? Раз отразил. Ну, один тик отразил. Этого достаточно. Ребят, нужен этериал. Чтобы такое пресекать. Я ведь ка твой предел. Петушонок. Ку-ка-реку. Можно магазин открыть? Спасибо. Здравствуйте. Я пришел к вам для того, чтобы купить у вас прекрасный товар. По скидочке. Надо... А вот с такими типами, как Тинни, надо разговаривать из разряда. Типа, у тебя у самого там... У него 1000 ПТС сейчас он там зашел, что-то выпендривается. О, такой. Что он для команды сделал? Ничего. Что, попробуем? Теперь уже лучше. Теперь уже лучше. Элисничок. Эту катку я уже проиграл. Элисничок. Элисничок. Ты где? Тильный. А мамка спит, кстати, в другой комнате. Крипечка можно? Нет, нельзя. Кстати, откуда ты? где 6 вай хором у рук стран ты чё неадекват российский что российский неадекват студии смотрите позорит русских меня позорит понимаете боже как таким людям объяснять что они дурочки сожалению ребят такие люди не лечатся я бывает на стриме до позволяю себе сказать там ты там мудак ты глупый потому что человек бывает на себя много вперед эти закину и терила ой ой вкусно ням-ням пуш камешков кушает вкусный камень так бывает я хочу поздравить максимально за то что он оскорбляет матерей под этериал хукать просто счастье ребят еще один вкусненький и хукать под этериал это просто пушка опа 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 я не успею до мистик слупер о это релла да и пушу из и остине напишем а злим ребят просто злю для того чтобы человек максимально позлился шаблон максимально максимально агрессировал за то что он меня оскорбляет я смело могу его немного купайтесь а шо а шо так жопа фолды хает братан но он реально очень сильно горит тебя не уважает какие хайп тс как всегда вот если я начну играть хайп тс от серьезно просто все рты что ли по закрывается нет не по закрывается тогда найдется что-то другое что они будут пытаться говорить но это смешно конечно не сбиваемся реген ладно придется сбивать реген будем драться ой вот это хук деда выхукал пацаны чтобы вы понимали и того деда которого вот этого нам было сорян это просто мисс хук был снайпер крит серьезно боже жестко это пушка гава 6000 хитпоинт специально взял тараску чтобы на хп и нет я хочу просто узнать чем он руководствуется парень когда пишет про хайп тс я кричу ребят я хоть раз на стриме сказал что я типа я супер про игрок я говорю что я в прошлом добивался очень многого так есть я могу из 15 кап из дай ему рипера 4 жмешься от специально на фраге играть чел я забрал 4 атаки опасен лабый тени слил катку хочу побайтить максимально весь фури пись фури ой тени не души ребята от 1 до 10 насколько обосрался тени вот просто по факту чел выпендривается непонятно чему но жопа горит 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 жопа горит жопа стоит афг под колодцем все ребят но на самом деле никогда так не пишите потому что это на самом деле некрасиво я его бойче тупо из-за того что он оскорбляет меня оскорбил принципе мою мать можно сказать оскорбляет личность это более чем неправильно я считаю потому что но такие тела должны просто в мусорке находиться серьезно потому что это неправильно более чем неправильно когда он так вот оскорбляет не знаю но мне абсолютно как бы все равно ребят была первая катка гов вторую катку попробуем немного сыграть по почему я не знаю почему я не стал тут собирать урну не знаю очень много мискликов на самом деле по клавиатуре было но ничего страшного next принципе думаю в теории вы поняли что да как можно собирать на данный персонажа и тарел берешь и тарел накидишь сразу прыгаешь кушаешь и все остальное поехали так ну что друзья вышли мы опять в к . берем пуджа идем на мид а птб имбаланс есть значит можно поесть опять-таки будем выходить через транквилл а за нас уже fit контора есть это радует поехали берем такое там бил и идем на нижнюю руна будем там скорее все файти сам посмотрю что у нас будет 100 нигиа но не удивлен что опять мусорку берут две кнопки и много урона и очень большой момент спит просто до собираешь небольшие артефакты какие-то и все из ларка что-то куча и спектру туда еще скорее всего придется здесь выходить в догон нужно будет пастовой дамы чтобы убить и убежать снайпер на мид собрался сапогом держите в курсе симка баут вич доктор вич доктор тоже неплохой контур пик пуджа знаете почему потому что под маледиктом можно очень много нанести вку инвокер будет очень сильно дизайбли можно будет вариативности в стоячего меня закидывается страйки тоже неприятный пик но тем не менее посмотрим 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 эйчпи 3d 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 3 пока здесь спрячемся подождем ожидаем просто у нас ли на есть долина с dragon slave тему погнали пушка gift появился проведись нью-йор хаппи бонус бонуса си он ничего не дает слушать а может немного экспы дают знаю прогулял и так что будешь качать каску топорик осуждаем осуждаем топорик снайпер со шрафнелью это конечно . так на что пробуем умею могу практикую так ну что курьера опять нет друзья значит скорее всего придется покупать курьера мне посмотрю что у меня будет на виду стоять возможно будет стоять тени опять как обычно 5 играю на миду против тени не люблю тени ранней стадии сего не загнобить потом будет очень тяжело потому что у тени ласхит получше у тени прокаст постовый он может меня откинуть когда я буду на него нападать тут вариантов уйма в боттл сразу выходит в боттлик переласхитить его очень тяжело будет как прошлый раз не люблю теников на виду если честно вот ну реально на пудже очень вот я до него до колупаясь он меня просто может откинуть но серьезно просто вот чтобы кто ничего не придумал давайте подеремся шо курьера нет я что забылся под тычку не надо давать крип уже подошли кидается крипами скорее всего боттл у него уже сейчас будет хорошо отходим есть у нас сапог хорошо будем пытаться как-то жить потом мы попробуем сейчас подловить но не уверен что что-то получится но попробуем скрипов подбиваем давай 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 работаем парень на тени вообще бессмертно не целесообразно отходить от крипов чтобы пойти веточку скушать не знаю почему это шел я все честно дело это все видел я видел это во сне попытается закинуть меня не удалось братан плохо гайды смотришь на два валанчем сразу сыпать валанчем засыпал побежали гонанис приближился ажин хазин тридцей а без красавчик сколько там маме я что прогулял ладно из 4 уровень сейчас вытыхаем сана будет очень хорошо хорошо забрали обратно туда же и бежим откуда прибежали главное на тени и напороться с ст и можно сделать найти муникур так что тут у нас пятого его с вардиком ткнул прям в наглую и сюда о чем я говорил сильный герой две кнопки нажимает убивает шанса нет хп просаживаешь просто и этого героя в мине не убить если ты его под тавр не засудишь но куру тем не менее все равно и узнали что это за курьера воюю не понимаю ладно тогда нам нужно сделать по-другому сейчас посмотрим по голде если у нас есть ты пашка не помню ты пашку не брал жалко нет ты пашки мы делаем так вот так надо было взять айтем еще один позже с дабл дэмэджа что ты меня кидаешь эти каталажки такой же отсталый герой то тени боже это просто смешной герой просто нажимаешь две кнопки убиваешь реле смешно ну то бы чего не говорил но это очень смешно но в виду очень тяжело вас не устать пуш вообще на самом деле не лучший мидер так что порой даже в ром на этом героя можно спокойно выходить и не париться фонсуем гуляем но опять-таки если его сейчас под рукаю был бы 6 можно было бы сыграть минус скидка из афк 11 отлично закидывает меня крипов просто по кд амана без подписы бесхозного пацана чё делать сколько 300 маны еще пацан 7 левел него еще вала 6 успеет ищу дать убью хорошо успел тыщу дать убил закупаемся и надо выйти в гадка блин и там айтемов много все сразу айтеми айтеми я даже без буста нормально так но вернули мы превосходство так сказаться спасибо вот сюда ставим вот сюда выкладываем здесь сбиваем а а ты шо думал в сказку попал на тени на своем просто так без боя не сдаемся со страйка может пробить и в отхилы уходим лично подарила нам ботал инвокер но не знал что там сейчас инва будет так чё там она есть ой тоже fit контора ну я как могу так бегу на самом деле у смокон зажмем она не хватает конечно ли на виду очень много крипов я не пойду дальше пойду на виду очень много крипов там не факт что хуком попаду здесь факт что заберу много крипов самом деле тут какой-нибудь сделать против него а парень на бустах сильный думает не достал а скорее все просто и все просто не достал по индустри просто пацана парень к успеху идет гоу наверх просто пробежимся скорее все там они его до конца гнать будут жалко под крипами сейчас пойду только очень страшно есть возможность сделать добылки я уже спалился настоящее пашка понимаю или сдд классика жанра братан бей его я мог его на самом деле съесть и не думал что он вот так сильно пробьет боже серьезно ребят просто я не думал что он настолько сильно его пробьет я думал он еще одну тычку хускар выдержит поэтому не торопился мог скушать ребят безусловно моя ошибка признаю но в доте без ошибок это типа ну ты думаешь ты думаешь ты в инвиз уйдешь припас хукать это нормальная тема тем не менее все равно пойдет я там на ровно или 6 силы всего страшно ром или всего шесть силы гаус ларка по гангам ребят фаст дэм очну лучше теника или на теника я в может и не убийц про каста сларка сларка даггер нужен который у нас уже есть сларка нужен даггер тут надо пройти вот так потому что спали от крипа очень печально очень печально урны то нету придется в 2 хука пробовать убивать желтый не знаю пугал но я не даю не до конца тут важно очень быстро про микрить на самом деле ребят него не палим что у нас там в курьере хорошо варка банка наша очень быстро нужно про микрить ты пашешься на убьет его у я его очень печально стой хотел уже прыгать потому что мало вероятно что пил пасера это тут еще встречу поманси немножко о понимаю ну вот так конечно да так конечно да вот нет у меня вот такой помощи вот как спектра но ошибка была что я начал сразу его жрать его ланчем он меня засыпал ладно страшно ошибки бывают спектра помогла если бы не помогла скорее всего я бы даже возможно убил бы его но но тут как бы спектра инвокер в любом случае они будут помогать так сказать контур пик дайка это еще да ну подыкайте ладно ничего страшного как-нибудь проживем ли на этого первого левела еще на базе стоит которая левнула адеком немножко чё за раскачка через щит дай сквайлом не пробьешь но щитом беги щит врубай щит врубай ультимейт врубай и побежали все и пробуй души по-другому никак филинг сприкту а д д д можно на подарки зато байтить ладно что ты стоишь а пока я тогда немного поработаю с тобой там типа сейчас он strike будет хз вот это конечно прискорбных что там куда ты делся на тени на своем с прокастом что я прогулял блин надо клубу все же к лаку покупать да он стоплен конус понимаю но они меня могут переигрывать втроем тут по-моему без шансов очень тяжело у меня фармеры просто все чё же делать-то в этой игре просто инфидер в наглую бро уж юка есть можно пожить чуть-чуть правда чуть-чуть пожить бардик бы куда-нибудь сларки буду подхукивать братку ну не этого братку а другого на дно подхукивать о тени привет придется мансану что я дурачок об отлично вроде обманул вроде как обманул но у него очень большой мс он меня может догнать просто-запросто найти не скорее всего нужно куда блин я не знаю оно такое зашкварная игра получается очень тяжелая но интересно будет интересно не факт что выиграем но у нас внизу внизу два пацана фарм их просто африк жалеру монету так ну что пайп худович но не хочется делать реально пайп худович хуй пайп боже что это я не матерился хуй пайпович сделать ты зал этом пробивает не знаю пацана обстоятельства уйду чё делать фидеры мы фидеры мы приветку убили и вакера убьем у меня 3к есть с 3к уже можно подумать о аганиме и других артефактах более значимых если есть 3к то недалеко до другого кто-то глобального айтем и не все руды заберем скотина чё подождем кого-нибудь голод здесь подфармим подождем кого-нибудь кто-то пахнется заберем стороны проситают у нас 300 есть можно в агане выйти сейчас фастовый шо спектра ну не знаю спектру давайте сейчас какого крипа вот этого будет восхитить попробуем забрать пацана у нее дисперсия не вкачано почти я ее как крипа убивая шансов нет 4к ваганин лично ровница так сказать в лейтгейме конечно будет просадка ребят очень сильный flash хип 6 силы отлично попробую соляру эту игру решить солярий так сказать побежали за руной и погнали вниз на делали так как гоню и никогда доходить и в догон сейчас пойдем догон догонов 1100 кайм его и попробуем сожрать не знаю помогну не хватит дэмэдж я просищу урну успею накинул он про каста нет каста с даггера ушел до так стоп и ребят стоп и овр я хочу за восхитить держи в курсе вытопишься так на что-то вся тема фидит до 0 импакта один фраг только у пацанинка там иллюзия понимаю без шансов хорошо ну не знаю он со мной по пятам шел и типа тут двое по пятам шли ну чё-то по-моему команда вообще ничего не делает то став купил в догон что ли хочет тяжелая игра будет очень тяжелая да догон надо будет тут нужно будет фастовый дэмэш этериал догон и актарин на таким на таком айтем бильде можно будет вытаскивать идет а что делают 0 310 5 316 3 осуждаю единственно со спектрой будут со спектрой тяжело будет сейчас пойдем на низ спектру попробуем как бы сларк кто там еще но он без касок сейчас без касок своим жиром давим ребят тени бэбэ что бэбэ мне некого бояться вообще я могу пушить целый просто все целый товара я не знаю страшно врубай рация вы 2 кардито фармит еще 4 варна хватит меня душить . я же тебя не трогаю все не все на топе . моя стопроцентно или вам сель забираем там сейчас заварнемся немножко даган в даган сначала можно поставить один варницкий тут так хорош на ребят не забывай что транквилла нужно перейли юз перейди вызывать а вы бежите сюда и мхашный вард только не в меня каска хорошо отличный суицид первые стопроцентно но и тем не менее игра стоит что-то как-то на месте помоги ему видишь его сларк убивает помоги ему ты видишь его сларк убивает брат эй алё помоги ему вот туда помоги туда туда я не вижу ничего оба доне оба дон конечно рафлянский у нас дай ему дай сквейла пожалуйста дай сквейла дай просто но чтобы он не ускакал все на себя щиток ультимейт дай сквейл это провал я не знаю такой игрок к сожалению есть имеет место быть подарочек тут так бывает ребят но что-то шансов по ума тут 0 рафлянский карточки это инвокер пушит просто так варды выкидываем пашку но если сразу такой меня тут нет пацаны как хотите как ты играешь один играю вообще пацан просто пока фармит стоит там пускара убивает даже помочь не хочет это он 2 на 5 вообще причем по фонаре и 2 на 5 он опять пишет 2 на 5 пацан пишет не на вы видели что ты сюда постоянно идешь на воде на своему тут надо кушать боже опять 25 я хз овощи с хостой уже как там спектра убивает чай добылки вот это чё запрет за игра помогите мне помните вин катку вин как-то вин как-то надо сларк вылазь пожадничай ну я смотри не нужна мне хилка догончик в студию vd все идет туда с этим бардом чем-то вот товар я знаю где vd стоит нет нашел тут куста нет стоит а не вон он оставь ладно и не так поедешься будет сларк пялька можно сюда вот это поехали таверго хоть заберем надо пушить не можно выиграть таким пиком с такой командой овер под конечно будет но играть можно я как-никак уплотняюсь с каждой минутой спектра лысенькая там поленькая таверго 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 таванчур лещ какой-нибудь пойдем отсюда с ларкете так как тарин октарин остается и что-то еще актарин этериал пушка это мы и за цветут до команда конечно овер ни в чем на страшно отцы был строк под ногу инвиз равно неуязвимость за очень тяжело ребят но это один из девять просто команда нулей но я сам сейчас виноват вообще ничего не нажал как надо было га по миду топ-гоем бы нужны айтемы которые позволят мне победить нужен фастовый дима чтобы я убивал одного с раз ларката но как раз пока у меня есть возможно заварбиться слот один кого-то не стойте там поехали веер бонус там собирает кто-то и не будет конвентар понятия пацаны ну храпанить пожалуйста я вас умоляю просто нет команды лучше догон нас искать я понял этот парень был из тех кто просто хотел вен страрка и спектру влейте мне не вытащить самому и как просто если сларк сейчас убивает потом будет невозможно вообще выиграть этот парень был из тех кто просто хотел вен ну просто мусорки какие-то в команде я не знаю это ужас а в той команде все намного легче инвокер хотя бы на вид заходить умеет но у меня реально никто ничего не делает просто по факту печально игра тени боже снайпер 150 хп стоит на типа я хз что он делает торможка и контора я говорил алло здравствуйте я хочу заказать себе фид контору на сегодня я хотел гайд на пуджа да 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 сейчас хорошо оформляем вам кого снайпера фидера их ускара да да конечно желательно спасибо большое так вижу вижу мурлок night crawler классно с аегиса просто что может быть прекрасно 900 хп спектрорадиенс что может быть красным мусорка просто лежал коварды не могу ставить ну просто несколько что там сларк на топе сход да господи он на нем статы наберет сейчас просто на этом абадоне бессмертно просто статы наберет и все там я тебя подхукаю ты постарайся убежать чуть-чуть хотя бы я бы чуть-чуть опасно тут оставаться на самом деле так не надо не надо его трогать это жаба прыгающая бестолковщина его убивать ночью и вообще бессмысленно вижу но очень быстро уходит я туда так что на него нету вардов этот парень боялась тех кто хотел видно уже привет у него я без даже еще не это очень прискорбно шансов его убивать просто нет знаю бм попробовать сделать но я решил в мэджик уходить тут тут бы блин в урон бы выйти потому что нам пушить как-то надо у меня дэмэджа будет много пробую щас перри собираться как-то что ли почти вообще думал сначала в радиенс выйти в боже но сейчас просто под тачкой всех поубивает пока я ушел это смешно линку собирать догон через shift с ларки конечно это смешно фан двоих заходит убивать просто опять вылез вот и тварь хватит убивать моих тиммейтов куда ты побежал боже но он фуловый уже это такой дисбаланс на самом деле он уже фуловый он уже фуловый просто потому что у него он заходит в инвестом 67 х парен там больше чем у тараски реген с ним делать нужно в detection просто тупо нужен detection урну мы наверно продадим даст и офф вот так вот сделаем это пешечку это такой дисбаланс только толпой его убивать абадон баш есть хорошо но постараемся не сдастся так быстро как должны пока спектра влейт не войдет будем играть а спектра влейт войдет парень боевый стек просто любит жизнь нормалин он опять на нем стаки набирает смерть аегису это первый момент второй момент надо попробовать не дать ему уйти просто одамажит пацана фулл хп вышел да собрался давай убивать его аба лис да верно кто там фидан был опять кто-то фидан в алексик сам какой-то один тринадцать хусик хусик один тринадцать надо тревела ребят прямо сейчас тревела есть не попал каким образом извините можно поподробней стопе не убивай этот парень вот 40 секунд нету у нас стакана с ларки спектра хорошо фига наглый какой ладно хрен с тобой инво тут стопроцентно тварь на инвокере тоже что-то юзает овощи суицид молодец под чуть мозгов есть так на 80 секунд меня не будет блин я так рисаюсь долго на самом он еще и мам взял жесть фидер на сларке ой на сларке лол кек инвокер хотя бы мне тп сбил этого достаточно чтобы выиграть сейчас абадон абадон б сларк идет но это точно не уйдет этот этому бесполезно 115 114 снайпер там дисперсии умирает просто с этим с дезолейтом от ультимейта чуть не сдох господи с кем я играю ладно надо бы заварниться просто и этот какие фаст финиши ребят соберитесь какие фаст финиши мне нравится как эти подарки они дрочатся так знаете вот он там блин вы просто не видите как они дрочатся но это рофл прям рофл В В В ты что там стоишь там вон ВД смотри ну ульт есть хотя бы ну по прыжкам не попадет гг нормально все будет хорошо опасно тут слышно варты там стоят в таверну я не хочу типа ну как хотите но в таверну я не хочу меня не заимен локер просто и того выхукал не надо да го 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 чего боишься братка о 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 э о о о о о о о о о боже где абадон абадон сдох что ли а тут кого они дохнут блин ну хз зачем я так пиар реле просто пиар и зря боже ну я вот я просто блин один играю так тяжело реально вот просто реле один сидишь играешь инвокер лимку собрал берите отсюда эту помойку на линии первого ты же боже нет не надо пожалуйста хорошо сели рейдж нас четверо просто не надо выводить ее пожалуйста кто выводит хускар выводит ее надо и за фризис диана и и фриз вот он все за фризис потом просто идёт дальше инвокер варди блин у меня никто не варди печально все это печально вот здесь варк поставим и пойдем там поставим о сларки тут фарм сларк сларк креветка вич дайте мне сил пожалуйста до играть эту игру я мог сбить я мог прыгнуть там столько вариаций было но хук закинул хук он тоже может да да баш еще столетний баш вот этот качественный древненький и что охренела боже ладно посмотри куда пойдешь траекторию считываем не попадаю осуждаю осуждаю тут кто-то уже есть по-любому маны нету не могу догнать ее она на фазах поэтому так быстро стрессу блин варды сбиваются жесть просто вот очень тяжелая игра ну просто нереально пм делать какой смысл поэма тут нет смысла делать потерял выйти как-то попытаться франквилл продать байбэк оставить бм у нас блин в абадон должен тамажен а мульты спектры нету то интересно какое массово насчитывается вы продадим сюда 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 кто не фармит так что он фидер абадоне пошел видеть не знаю почему он так играет он просто идет кормит новых занят там смысла в эти сами дурак простой из мозга просто мозга нет боже он еще живой то вот надо было идти сэйвит твой же тупой почему почему ты такой глупый глупый братан что ты там делаешь вот вот до сюда доходит нету товаров на подсейф он туда идет я не понимаю почему я не знаю ребят просто очень тяжелая играли 1x9 никто нихрена не делает вагна опять уже не выиграть ливни и ливни тогда серьезно если так писать ли ливни и все же не выиграть просто до ливни поиграешь ливни и сразу все все мы уперлись сейчас просто вот этот бесполезный бесконечный т просто бесконечно бесполезный т.д. фигура и мой блока то понятно бесполезный дэв утенит по помойному поступает я знаю что не пойдет сейчас в любом случае и в дефолте стоит там я буду ходить до соло всем просто плевать об аддону вообще плевать пацан играть на своем эти два единственных варда которые будут нам позволять что-то делать опять 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 ты туда бежишь иди на базу пожалуйста я его прошу даже ребят по человечеству прошу выйди пожалуйста просто не понимаю сларк но сларк не такой страшный на самом деле он отдается просто у него аегис пусты намного сатринами посухи не всякой потратить другим возьмем камень я не видел линк я просто нажимаю кнопки которые должен нужен там некогда было полить чего помиду попробуем сларка закон прям дома двокер правда потопа чапает надо попробовать развести на bb креветка вкусная очень плохо без маны сейчас останусь уже ребят давайте попробуем в сторону собрать я хз слушайте слушайте но самом деле отдает катку не знаю почему у него такое поведение на с ларка повезло убили есть бай-бай послышал Все, ухожу Ухожу Рефреш бы какой-нибудь, да, ТП-шечный? Пробежимся, попробуем помочь Надеюсь, успею Сларка Несс за фокусю Не ожидал, он 2600 хп улетел у пацана Очень потная игра, ребята Очень потная игра Тинни, да, если честно, по помойному поступил Очень Я забашился Я на себя это реал отдал Ну я лично Пуджу помогал, говорит Хорош 6К Кем бы отдать кому-нибудь Октарин сделать Идем Конечно Не забывайте, ребята, ставить лайк, подписываться на канал Если вам нравится контент, ждете какой-то гайд определенный Ну, не знаю, морально задавили мы Тоже Понимаю Вот туда РБ По-любому сейчас прыгать на него будет Да Успею Ну, почти успел засейвить Узнал, что на него будет суицидиться просто Сларк на меду Инвокера нету Хорошо В общем Инвокер он с некрами Мне кажется Без хп Хреново Брош Сларк если зафокусим Через Этериал Дагон Нет, не зафокусили Крип вот этот мешается Подстань Придется бай-бай Жать Башусь Свинья Пуш-пуш-пуш-пуш-пуш Дэмор же много не бывает Хорошо Ну, серьезно Несерьезно 6 Если я Амит Тебе против Все Процент Винг Сент И просто Слабью А Прости Тини Мусор Просто Слабью Да А Сларк 18 10 Сил Бнил Понимаю Бывает Вот он Че Дагон на снайпе Ребят Я не знаю Как мы это Выиграли Дэмэдж Абадона Решил И Этот Тинник Решил Тинник Вообще Забил Игру А тебе Спокойно Вин Ты Ты Себя Уже Показал Показал Без Бкб Братан Удачи Хотя бы Линку Б собрал Пуск Кинь на себя Хил А кто Против Бкб Линку Надо было Точно Бкб Бкб Много Тут Решила На самом Деле Я Таргет На него Не набирал Просто Линка У него Есть Мозгов Нет Сноси Ладно Не знаю Ребят Потная Потная Шест 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 Тебе Шест От Снайпера До Гонах Легко Они Могут Долго Дефицит На самом Деле Они Могут Выиграть За Счет Сларка Имбаланса Там Все Линку Собрали Все Вот это Уровень Я Понимаю Я Понимаю Скади Вот оно Скади О Смотрите Понимаю Вон они Креветки Сларковичи Мечалько Этот парень Был из тех Кто Просто Любит Жизнь Че у тебя там Керпа В Тараскве Лучше бы Абиссал Абиссал Есть Там Кераса Кераса Папушка Страшновато Мне выходить На самом деле Насосет Статистика Этот Сларк По-моему Будет Неприятно Будет Конечно Плохо Скорее На Абадона Драка Не знаю Надо будет Его подхукивать Там Просто Минус Сларка Надо сделать Сларка Линка Я Не смогу Много Дэмэджа Фаста Он Отнести 3000 ХП Я Не смогу Слить Без Этериала Тем не менее У меня 200 сил Реконект Хорошо Иллюзия А не на Рошане Просто Чекать Хорошо Таверн Отлично Сларк Тут Его Бульты Нету Отхиливайся Ааа Вот так Давай я Потанчу Все Что Помогу О Абадонахи Лох Лох Просто Забирайте Ребятки Боже Ну Мы Выиграли С горем Пополам Конечно Эту катку Я считаю Прям Очень Потно Ребят Ставьте Лайк За пот Я не знаю Это будет Максимальная Вот просто Помощь Мусор Мусор И лох Ей Напишем Пацан Просто На сварке Ежи Мусор Благодарю 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 И 6 10 Абадонахи Выиграли Это было Жестко Это было Жестко Я думаю Вам более Чем Понятен Будет Данный Персонаж Ребят Хукайте Ровно Аккуратно Не забывайте Что его Можно Этот Хук Отменять Ну И в Принципе Все Пожелаю Всем Удачи Спасибо За просмотр и это все